Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События среды в репортажах наших респондентов. Главные новости. Какие объекты возводятся в Хабецком районе? Сенатор от Карачао-Черкесия Крым Казаноков вместе с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» провел мониторинг. Детство без опасности. Как правильно и безопасно перевозить ребенка в автомобиле? Члены экспертного центра всероссийского проекта провели тренинг в переназальном центре Черкеска. В Сибае сейчас стоит брат-близнец этого дома культуры. Здание времен сталинской эпохи. Дом культуры в селе Курджиново распахнуло двери после реконструкции. Артисты знают, что грим необходим на сцене. Изменить внешность актера, состарить и даже пустить пулю в лоб. Искусство перевоплощения на сцене показали гримеры из Ингушетии. Сегодня глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов встретился с Аликом Динаевым и Альбертом Доттаевым, которые с сегодняшнего дня приступают к работе в новых должностях. Сегодня решением депутатов городской думы Карачаевска Альберт Доттаев назначен на должность исполняющего обязанности мэра Карачаевского городского округа. Алик Динаев приказом министра природных ресурсов России назначен директором Тибердинского природного биосферного заповедника. Сегодня сенатор от Карачаева Черкесия Крым-Казаноков вместе с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» провел мониторинг строящихся социально значимых объектов в Хабецком районе. Гости осмотрели современный дом культуры в ауле Беслиней. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Первым объектом, который посетил сенатор Крым-Казаноков и единороссы – современная парковая зона отдыха в ауле Беслиней. Излюбленный уголок для проведения досуга. Гости оценили качество строительства нового объекта и также осмотрели место, отведенное по строительству спортивной зоны, где установят площадку с уличными тренажерами. Помимо этого, Крым-Казаноков посетил строящийся современный дом культуры на 250 мест. О выполненных работах и о том, когда же храм искусства распахнет свои двери, рассказал министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов. Практически готов к сдаче. Уже идут мелкие отделочные работы. Мы надеемся, к концу этого месяца, если позволит ситуация с пандемией, официальное открытие провести, чтобы объект уже заработал. Приятно видеть, что внимание к развитию наших объектов в Карачаево-Черкесии пристальнейшее уделяют парламентарии как на уровне Республики Партия Единая Россия, так и сегодняшний важный визит нашего сенатора от Карачаева Черкесии. И это говорит о том, что развитие наших объектов будет продолжаться. Присутствующие дали высокую оценку строящемуся объекту. Сенатор Крым-Казаноков отметил, что украшением культурного объекта являются профессиональные кадры. Их необходимо воспитывать с юного возраста и оказывать поддержку. В свою очередь, Крым-Казаноков заверил, что будет активно сотрудничать с Министерством культуры, оказывать поддержку в подготовке молодых специалистов. Мы надеемся на поддержку сенатора, которая сегодня была озвучена, в сторону направления наших деятелей культуры, молодых студентов, школьников, будущих выпускников, которые по целевым местам, по договоренностям, по поддержке от наших сенаторов будут в федеральные вузы культурные отправляться для того, чтобы получать лучшее образование в стране и, возвращаясь сюда, уже поднимать культуру республику на местах, в таких домах культуры. Жители аула Беслинея уверены, что проведение таких мониторингов позволит выявить важные вопросы о благоустройстве населенного пункта. Конечно, народ придет, будет, мы собираемся и концерты посмотреть, вот как министр сказал, будет и филармония активное участие принимать. Люди будут, они всегда культурой ценятся, все хорошее хотят они. И поэтому надеемся, что вот это пустовать, она, конечно, однозначно это не будет. У нас и администрация вот дома культуры, вот эта очень активная, молодая, горят энергии, люди есть, поющие, танцующие. Али Халебшоков, Рашид Тока, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабистский район. Вести за оперативного штаба на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7038 человек, из них 4835 выздоровели, госпитализированы 393. И время прогноза погоды, похоже, осень заявила о своих правах. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах будет сильный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура ночью 7-12, днем 16-21. А в горах ночью до плюс 7, а днем до плюс 15. В центральных и местами в южных районах чрезвычайная пожароопасность. В северных районах также высокая. В Черкесии кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Как безопасно перевозить ребенка в автомобиле, как правильно пользоваться автокреслом. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на тренинге, который прошел в перинатальном центре Черкесского в рамках проекта «Детство безопасности». Подробности у Али Баташева. Такое кресло имеет определенное положение ребенка. Это угол примерно 45 градусов. Оно располагается спиной по ходу движения. И даже резкое торможение не будет представлять угрозу для ребенка. Нет ничего надежнее, чем руки матери. Можно обойтись и без автокресла. Это распространенный среди родителей миф, мешающий безопасной транспортировке ребенка, считает тренер экспертного центра движения безопасности Денис Давыдов. Факты и статистика поездок с маленькими пассажирами говорят об обратном. Во-первых, ребенок действительно может просто выскользнуть из рук, поскольку его вес увеличивается в разы. Это зависит от скорости движения. Во-вторых, сами родители, допустим, мать, она может рефлекторно сжать ребенка в руках, поскольку само столкновение является неожиданностью, и этот рефлекс срабатывает. И это сжатие опасно для ребенка, особенно если это новорожденное, особенно если ребенок до года, когда кости еще достаточно хрупкие. Данный проект, он реализуется в течение трех лет, начиная с 2019 года до конца 2021 года. Реализуется он всегда на базе медицинских учреждений родовоспоможения. Это либо перинатальные центры, либо родильные дома, для того, чтобы охватить все свои населения и максимально качественно проинформировать молодых родителей о правильности перевозки малыша автомобилей. Так как основная цель данного проекта – это профилактирование дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. Врач Республиканского перинатального центра Алена Пономарева считает, что тренинги в рамках проекта движения безопасности будут особенно полезны для родителей. Важно знать, как правильно оборудовать кресла в транспорте и как правильно закреплять ребенка. Потому что зачастую сейчас такие кресла находятся в автомобилях только для того, чтобы ГАИ было спокойно. И дети зачастую ездят на передних сидениях вместе с родителями или же их не пристегивают креслом. Всего с 2019 по 2021 годы федеральный проект детства безопасности охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских автокресел, рассказывать о нормах безопасности при перевозках детей, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Али Батаршев, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Канонический пример сталинского классицизма. Здание Дома культуры в селе Курджинова обновилось. После реконструкции вновь приступило к своим обязанностям. При проведении ремонтных работ учитывалось изначальное величие архитектурного и дизайнерского замысла советских архитекторов. Фатима Даурова оценила преображение сельского клуба. До 61-го года прошлого столетия поселок Курджинова входил в состав Краснодарского края. В Псибае сейчас стоит брат-близнец этого Дома культуры с такими же колоннами, атрибутами советской архитектуры. Дома культуры сталинской эпохи, возведенные преимущественно в 50-х годах, до сих пор сохраняют аутентичный вид. Этот был сдан в эксплуатацию в 55-м году. И с тех пор сельский клуб прилежно справлялся со своей ролью. Правда, совсем недавно он выглядел на все свои 65 лет, которые он прожил под снегами, дождями, знойным солнцем рядом с подножием Кавказского хребта. Перепады температур и время сделали свое дело. Он нуждался в реанимации. Скорую помощь начали оказывать в начале 2019 года. И вот сейчас монументальное здание в стиле сталинского классицизма обновило свой вид. В 2019 году наш Дом культуры прошел реконструкцию. Обновлены полностью все помещения Дома культуры. Обновлен фасад, обновлена территория. Благодаря этому мы получили больше возможностей заниматься в Доме культуры творчеством. Наши творческие коллективы, наши дети теперь с удовольствием будут посещать помещения, которые эстетически очень приятны. В обновленном холле здания посетители встречают выставка фотографий, на которых история сельского клуба, яркие моменты из жизни села Курджинова и его жителей. Совсем рядом расположились рисунки начинающих художников, которые занимаются в кружке рисования. Фокус камеры привлекает зрительный зал, который стал центром всего сельского клуба. Дизайнерское решение в его оформлении взяла на себя женская половина Дома культуры. Вкус их не подвел. Теплая и цветовая гамма удачно вписалась в интерьер. Работникам уже не терпится выступить на новой сцене с новой творческой программой. Я с детства выступаю в Доме культуры. Буквально с четырех лет. Еще с детского садика. Дом культуры помню хорошо, но в таком качестве, в таком обновлении радостно его видеть. Сцена чудо. Зал восхитительный. Светло, красиво, комфортно, удобная мебель. И естественно для зрителя будет очень хорошо воспринимать то, что мы будем творить на нашей сцене. А пока они репетируют в кабинете. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем нам отрады скорее. Чтобы доска лет жили, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас продавали. Наводит порядок после ремонта и в сельской библиотеке. 32 года Наталья Юрьева провела среди книг. Каждую из них она знает по переплету и году издания. Как заведующая библиотеки она следит за тем, чтобы сохранить печатное богатство села. Скоро заменят устаревшие стеллажи и книги, которые сейчас лежат с топками, можно будет разложить по новым полкам. Будет у нас красиво, уютно. Будут у нас новые стеллажи. Вот, приедете, посмотрите. Люди ходят, люди еще читают? Конечно, читают. Конечно, читают. Несмотря на то, что у нас поселок, скажется, что деревни не читают, читают. Читают приезжие, читают много приезжих. Москвичей у нас много. И даже удивляются. Говорят, что мы не думали, что вот здесь может быть такая библиотека. Хотя вот у нас как-то было старое помещение. Вот мы все равно старались. Мы оформляли выставки, мы делали мероприятия, приглашали. Внешний облик и внутреннее содержание монументального здания, рожденного в прошлом столетии, не утратил изначальных функций. Он и сейчас остается архитектурной доминантой и играет важную социально-культурную роль в жизни села. Дети и подростки посещают кружки и секции. Люди старшего поколения, мероприятия и клубы по интересам. Новый занавес сменил тюлевые шторы советских времен. Сцена готова. И вести театральной жизни, как сделать волшебный макияж, который способен состарить или наоборот омолодить актера, сделать его лицо более суровым или сердитым, или напротив, позитивным и добродушным. Черкесский прошел мастер-класс с участием профессиональных театральных гримеров из Ингушетии. Как при помощи грима создаются образы, которые потом будут воплощать актеры на сцене, увидел Мурад Жанкёзов. Театр – это волшебное место, где нарушаются законы реальности и происходят необычные события и поразительные перевоплощения. Требуемый для роли образ создаются с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. Как искусно изменить внешность актера? Для этого используются специальные составы, парики, пластические наклейки и краски. Они могут находиться на лице долгое время, не изменяя цвета, текстуры и плотности наложения. Я рад видеть, что театры в нашей республике, например, сегодня организатором выступил Черкесский национальный театр, очень активно работают, хотят развиваться. И особенно отрадно видеть, что среди участников этого мастер-класса не только театралы, но и люди, которым важно развивать свой собственный бизнес. Например, детские праздники, детские выступления. Здесь люди, которые увлекаются современными видами искусства и хотят расти. Для того, чтобы культура развивалась не только внутри театров, а вообще в республике, мы и будем такие мастер-классы проводить и дальше. Работа гримера не сводится к банальному нанесению красок. Любой визажист должен знать основы анатомии и строения лица. Например, рисовать морщины нужно именно в тех местах, в которых они должны быть физиологические. Необходимо также знать законы распределения света и тени и учитывать их, создавая образ так, чтобы сценическое освещение не смазало или наоборот не огрубило лицо актера. И если артист не загримирован, он может просто пропасть на сцене. То есть это может быть просто серое пятно. И поэтому артисты знают, что грим необходим на сцене. И естественно, для создания образа того или другого помогает в этом грим, как ничто другое. Естественно, там и свет играет большую роль, и костюм, и парик и так далее. Но грим, оно всё равно создаёт такой необходимый образ, задачи режиссёра. И художника-гримера, они как бы вместе, в таком творческом союзе, решают, вот как должен быть на сцене актёр. Театральный грим отличается от других. Он более резкий и интенсивный, а при близком рассмотрении может выглядеть даже отталкивающе. Разве может оставить равнодушным имитация огнестрельного ранения или ожога? Зрителями в этот день выступили сами актёры республиканских театров, их гримеры и приглашённые. Организатор встречи – Черкесский драматический театр. Мы решили привезти специалистов из республики Лабушетия, которые работают в этой сфере, которые профессиональные гримеры. И вот сейчас мы видим, что идёт такая очень приятная живая атмосфера, идёт общение, какие методы работы, какие методики они используют. И вот для того, чтобы повысить уровень наших специалистов, мы, я имею в виду Черкесский театр, очень рады, что это мероприятие сегодня у нас проходит и в дальнейшем будем планировать такие и другие наподобие мероприятия. Мурат Синкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Спаское». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова